Расстройство аутического спектра – пожизненный диагноз, но если выявить это заболевание на ранней стадии, в возрасте от 2 до 7 лет и провести ряд коррекционных работ, то ребенок сможет вполне влиться в социум. Вот только вовремя обнаружить нарушение развития довольно сложно. На курорте первая площадка для разработки методов и форм работы с детьми-аутистами или с нарушением речи стал Сочинский государственный университет. Центр здоровья оснащен современным диагностическим оборудованием, с помощью которого можно оценить скорость проведения нервных импульсов и работы кровеносных сосудов. А специалисты помогут откорректировать психологическую составляющую ребенка и адаптировать его к социальной среде. Мы предусматриваем также оценку и функционального состояния организма, поскольку данный вид заболевания подтягивает за собой изменения вегетативных функций организма. Поэтому у нас имеется диагностическое оборудование, которым мы будем оценивать состояние сосудов, сосудов, органов дыхания и психофизиологические параметры организма. Процесс социализации довольно долгий и сложный, поэтому в центре предусмотрена и работа с родителями, которые зачастую не знают, как правильно воспитать ребенка-аутиста, помочь ему. Сочи вполне сможет стать центром развития по работе с детьми-аутистами на юге России, уверен Владимир Рябцев. Представитель Краевой общественной организации, которая недавно начала работу с детьми-инвалидами, и сам отец двух аутистов, поэтому он заинтересован в том, чтобы активно развивать систему взаимодействия всех методик, разрабатываемых в крае. Мы полгода назад поставили эту задачу родителей детей с Ростовой стоматического спектра, поставили вопрос о том, чтобы объединить усилия администрации города, структур университета, образовательных учреждений, волонтеров, чтобы создать единую систему в городе по работе с такими детьми. Обвинив вот эти совместные системы, значит, здравоохранение, образование и университетскую науку, мы могли бы выйти на какие-то новые технологии, выйти на подготовку специалистов в этом направлении, не только для Сочи, а для всего Юга России. В роли наставников, которые возьмут на себя большую часть работы по этой программе, выступят студенты Сочинского госуниверситета. Для будущих логопедов, педагогов и воспитателей это станет хорошим подспорьем для обретения навыков работы с такими детьми и для написания научно-исследовательских работ. Данная программа центром предоставляется на безвозмездной основе.